В Караганде состоялся этап республиканского гастрофестиваля и конкурса «Уникальные блюда казахской кухни». Организаторы и участники постарались показать, что еда кочевников и степняков разнообразная. Интерес привлекли блюда, приготовленные по забытым рецептам. Светлана Фарина расскажет подробнее. В Караганде прошел отборочный этап фестиваля «Уникальные блюда казахской национальной кухни», организованный в рамках проекта «Казахтану» Министерством информации общественного согласия РК и общественным объединением «Алтын-Казана». Только национальные казахские блюда. То есть это не только бешпармаки и кавурдаки, это такие блюда есть, там жау-жури, каран и так далее. То есть сегодня вы увидите национальные, исконно национальные казахские блюда. Помимо этого они будут представлены еще с историей. Национальная казахская пища уникально является одним из важных элементов истории и культуры казахов. В ней отражаются самобытные традиции и обычаи, и многие ее характерные черты обусловлены формировавшимися веками жизненным укладом. Особенность кочевого образа жизни казахского народа наложила отпечаток на способы приготовления пищи. Казахская культура отличалась своеобразной технологией. На этом фестивале представили редкие блюда, некогда широко бытовавшие и заново возрожденные, в результате поисковой и исследовательской работы авторов проекта и участников конкурса. Это блюдо древнее, наши предки готовили в раскаленном угле. В наше время это же готовится в большом виде кувшина, куда закладываются камни, уголь, дрова. Это все поджигается, и туда можно подвесить тушу барана, либо какую-то часть этих туш. Также у нас есть харын-бюрме – это молодая кишка лошади, в которую тоже кладется казы, жая, и это тоже запекается в угле. Бакатыка Напинова выступила от Совета матерей областной АНК. Пикантностью ее стола оказался мешочек с ингредиентами для полевой кухни батыров – сур – тонкие кусочки копченого мяса и курт. Имея этот набор, воины могли легко приготовить суп, просто добавив воды. Также вы видите здесь различные виды национальных напитков. Есть и забытый кисломолочный напиток «Шалап». Он сытный и полезный, готовится легко и быстро. Нужно взять кефир, разбавить водой, желательно артезианской немного посолить. Это хороший источник кальция. В нашей семье мы пьем его постоянно. В ходе мероприятия гостям открылся огромный пласт информации о технологии приготовления, биологической ценности традиционных мясных, молочных блюд, мощных изделий и напитков. Караганда стала третьим городом, где проводятся региональные этапы кулинарного конкурса. Лучшие знатоки казахской кухни соберутся на заключительный этап 25 ноября в Нур-Султане. По итогам фестиваля издадут альбом уникальных и забытых блюд казахской кухни.